Сегодня есть три варианта. Есть альянс, возглавляемый непокорной Францией. Есть альянс во главе с национальным объединением. Это крайности, которые были бы катастрофой с точки зрения социального климата в стране, потому что это раскол и конфликт на всех уровнях. Это также катастрофа для экономики и трудоустройства, поскольку нефинансируемая программа в несколько сотен миллиардов евро приведет к оттоку среднего класса, пенсии и повышению налогов. Союзники президента Франции Эммануэля Макрона предупредили, что победа национального объединения или левых сил может привести к финансовому кризису. Любой вариант стал бы катастрофой для страны, заявил премьер-министр Гавриэль Аталь в интервью радио RTL. В понедельник во Франции началась предвыборная кампания на досрочных президентских выборах. Опросы общественного мнения показывают, что победу может одержать крайне правое национальное объединение, а центристский альянс Макрона займет лишь третье место. Политическое неопределенное спровоцировало массовые распродажи французских облигаций и акций после того, как Макрон объявил выборы после разгрома его правящей партии национальным объединением Марин Лепен на выборах в Европейский парламент. Опрос показывает, что анти-миграционная партия Лепен получит 35% голосов в первом туре 30 июня. На втором месте стоит альянс левых партий, и всего 19% получает партия Макрона. Второй тур голосования состоится 7 июля.